Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Мы две передачи «Два понедельника» посвящали теме иконы. Нет более сложных феноменов в церкви, которые считаются абсолютно понятными и простыми. Вот икона относится к таким феноменам. Нам кажется, что нам с иконой все ясно, все понятно. Вот икона, ты перед ней молишься, вот подсвечник, ты перед ней ставишь свечи. Что может быть сложного в понимании иконы? Ну, правда. И очень часто люди на этом ставят точку и закрывают для себя навсегда дверь понимания вот этого богословского языка, особого языка иконы. Чем это грозит, мы сегодня поговорим в нашей студии. Я в прошлый раз анонсировал и говорил, что сегодня мы будем говорить об ужасах современной иконописи или иконописных форм и то, как вообще ужасно ныне, к сожалению, большому. Почитается икона, когда она становится откровенно предметом не почитания, а откровенно объектом поклонения, и что мы делаем с иконами, и что мы творим в отношении их, это иногда приводит в ужас. Говорить будем с доцентом Самарской духовной семинарии Еленой Владимировной Деевой. Здравствуйте, Елена Владимировна. Здравствуйте, отец Сергий. Здравствуйте, дорогие друзья. В преамбуле сказано все. Действительно, то, что мы иногда наблюдаем, оно заставляет шевелиться волосы на голове, руках и так далее. Потому что то, к чему мы пришли, мы откатились фактически в дойконоборческую. В большинстве, в 80% случаев мы откатились в дойконоборческий период. Я напомню некоторые фрагменты истории, что сам иконоборческий кризис, иконоборческая война, ересь, которая родилась, она ведь родилась не в Лоне, она происходила не между рептилоидами и христианами. Два христианских лагеря не на жизнь, а на смерть сошлись. Потому что один христианский лагерь дошел до того, что там, не знаю, краску с икон счищали в святую чашу, считая, что хлеб и вино недостаточно освещены, их нужно осветить иконой. Поэтому причащались не только тело и крови, но и красками с икон. Ну и, в общем, это вот все наблюдали те, кто был потрезвее и приходили в ужас. И, собственно, так и родился спор, который, понятно, что там в каких-то моментах с водой выплескивался и младенец. Но вот мы сейчас наблюдаем то же самое. И вот мне хотелось бы, чтобы мы, чтобы я сегодня отступил на шаг назад, и вы, как специалист в области иконографии, иконописи, как человек, который зрит, ну вот, эту часть культуры христианской в перспективе исторической, смогли бы сказать, до чего же мы докатились. Как мы дошли до жизни. Да, и чего категорически современному христианину не стоит делать, если он хочет сохранять свое христианское миропонимание и мировоззрение. Ну, спасибо, отец Сергий, такие авансы, я просто опасаюсь. Ну, как мы дошли. Дело в том, что вообще народная культура, она иногда хранит и очень бережно соблюдает традиции, а иногда что-то доводит до абсурда. И вот, чего прежде всего хотелось бы избежать, это, наверное, отношение к иконе, как к аптечному, ну, то есть, к написанной лавке, к аптечному киоску. Да, когда приходит человек в аптеку, да, он хочет таблетки от головной боли, таблетки там от того, от всего, от пятого, от двадцатого. Когда приходит к написанной лавке, говорит, а вот у меня дочь гуляет, сын там пьет, муж бьет, уж дайте мне, пожалуйста, вот такую таблетку, да, условно говоря. И вот самое интересное, что даже в среде церковной, да, замечательные женщины, которые трудятся в церковных лавках, которых я очень уважаю, и с некоторыми дружу, и даже в родственных отношениях состоит, иногда могут как-то вот перейти на эту волну. А знаете, почему переходит? Вот буквально вчера у меня произошел на эту тему разговор, ну, как бы с прихожанами на лектории, мы эту тему просто так скользь подняли, и вдруг одна из слушательниц говорит, да все равно, как верить. Ну, вот этому человеку надо верить вот так. Вот мы возвращаемся к тому, о чем говорили в прошлый раз. Ну, вот он чувствует, что вот перед этой иконой у него происходит этот коннект с горней миром. Ну, как говорили в тот раз про ситуацию исключительную, да. Да, вот все ли равно, как верить и как почитать. В том-то и дело, что мы сейчас живем не во времена гонений, да, где только на журнал «Огонек» можно из него вырезать, и Владимирская там могла быть опубликована, да, и там... Все, что угодно. Все, что угодно, да, и на это как-то какое-то соединение. А сейчас время другое. Мы сейчас можем больше читать и больше знать. Так вот, когда такой вот утилитарный подход, то мы как раз вот и откатываемся, да, то есть икона – это не таблетка от чего-то. И, конечно, у нас есть святые, которые больше, сами испытав какие-то сложности, да, там, ну, Сергей Радонежский, он имел сложности в обучении, считает, что вот он будет большим молитвенником. Да, так и есть. Мы не будем с вами это оспаривать, но мы не будем с вами замещать замечательным нашим святым Христа, да, то есть вопрос вот в этом. Вот когда убирается Христос, и остается икона «Неопалимая купина» от пожара, да, а там, например, «Неупиваемая чаша» от пьянства, а еще что-то, еще что-то. Да, да, я сейчас много накидаю таких таблеток, и пойдут все по храмам и храмам и храмам. Ты сейчас сейчас ринулись записывать, так, так, так. Ну вот, но на самом деле мы всегда должны помнить, что мы обращаемся молитвенно к Божьей Матери и ко Христу, можем просить их о помощи и заступничестве, всех остальных мы просим только о молитве за нас, да, то есть в этом принципиальная разница. И когда мы, вот поэтому этот рецептурный подход, он, конечно, есть у довольного святого, так скажем, не то, что специализация, но просто он действительно, ну, святые врачи, они святые врачи. Как ни крути, да. И так далее, так далее. Ну, то есть это есть, но своей ли силой он лечил, панселемон-целитель, или Христовый, да. И как мы к нему молимся. И как мы, да, моли Бога о нас или спаси меня, целитель. Да, то есть вот этот момент, вот это вопрос грамотности. И поэтому, когда в церковную лавку придет кто-то, можно сказать, да, вот пьет, да, вот есть такая икона, вот так мы можем молиться, да, вот, а вообще, или там, ну, вот самая тоже тема такая сейчас животрепещущая, осмысление аборта, да, вообще что это такое, да, и вообще здесь просто очень много просто придуманных иконографий. Я думаю, что сейчас вот они тут начнут возникать. Да, вот если мы до этого момента говорили о том, что каких-то традиционных, то здесь начинается просто такое разнообразие. Ну, аборт страшный грех. Никто не спорит. У вас много детей, у меня есть некоторое количество. Мы точно исповедуем с вами традиционные семейные ценности. Но есть иконы, которые просто не должны появляться в церковной лавке. Потому что у нас, ну, мы молимся, мы не должны, там, ну, например, такая была тоже история очень интересная. Мы как-то по радио, мы говорили с отцом Герасимом об этом, об этой теме аналогичной. Вот. И одна замечательная девушка, иконописец, она, значит, а ей заказал один тоже не менее прекрасный человек, батюшка, икону «Плач Христа о младенцах». Вот это такая новая вымышленная иконография. Мы ее, конечно, тоже покажем, но сразу скажем, что это ай-яй-яй, так не ходите, дети, в Африку гулять. Потому что это, сейчас объясним, почему. И вот она, значит, садится писать, а душа как-то не, почему-то не лежит душа. Вот она мне сама потом это рассказывала. Потом она берет и как-то думает об этом, ну, берется все равно, садится, наносит прорезь. И как-то фоном решила включить запись нашей передачи. И слушая эту передачу, она вдруг об этом слышит, и она понимает, почему она не может это писать. Почему у нее не лежит душа. Потому что на самом деле вся эта проблема с вот этой вот противоабортной тематикой, она есть, можно другим способом помочь человеку преодолеть эту проблему. Не надо ему будить его чувственность и давить ему на жалость вот такими образами, да. Потому что Христос, он не плачет о тех душах, которые к нему приходят, это точно. Да, и он спасает другим способом, да, он крестом спасает, на кресте он был распят. И поэтому вот эта вот эмоциональность, вот это вот как раз то, о чем мы говорили, когда говорили о религиозной картине. То есть иконопись в какой-то момент становится пропагандистским искусством. Да, это такой агитпроб, это такая, это не иконопись даже. То есть это вот некие изображения, которые под видом иконописи начинают внедряться очень часто. И вот здесь, здесь должна быть такая просто тоже трезвость, которую нас всегда призывает Господь, да, вместе с своими святыми апостолами и всей церковью. Не надо, то есть, ну, если это произошло, есть глубокое раскаяние, уже не надо вот педалировать. Если мы хотим это остановить, давайте это останавливать другими способами, потому что это не тот ход, да. Или там, например, ну, такие иконы, как Божья Матерь держит, значит, младенца Христа, Бога Младенца, и Ахристос принимает, держит на руках маленькую душу вот такого. И вот ангелы сейчас должны, есть такие тоже. Да. И там вот море крови внизу разливано. Я даже думаю, что какие-то картинки мы просто показывать не будем, потому что, ну, есть вещи, которые вот не надо, да. И вот это то, что будет по форме, по виду очень напоминает, да, вот будет, в каноне будет написано эмофорий такого цвета, какого нужно. Но это будет плакат. Но это будет плакат, и это будет некое изображение, которое не имеет какой-нибудь, то есть взятая иконописанная форма, внесено не то содержание. Понимаете, у нас форма и содержание, они как бы взаимосвязаны. И поэтому очень часто бывает такое, что какой-то совершенно образ великолепно по форме выполнен, но содержание совершенно чуждое вообще православному духу и православной букве, да. То есть у нас Христос спасает другим способом. А что еще мы вот можем назвать, это интересно, где берется форма, и ты действительно считываешь некий поверхностный слой. То есть, ну да, такие изломанные линии, ну да, такая же может быть обратная перспектива, да, построить ее на самом деле не так сложно, если ты знаешь художественные приемы. Но это совершенно с точки зрения догматики, богословия недопустимо. Вот абортивные иконы хорошо, ну или там всячески обыгрывающие. Обыгрывающие. Обыгрывающие эту тему. Там, да, достаточно этого много. Вот, иногда и форма там тоже страдает, к сожалению, то есть вопрос к тому, кто вообще, кто этим занят был. Ну, например, есть такая икона «Воскрешающая Русь». Как? «Воскрешающая Русь». Господи, понял. Это Божья Матерь в белых одеждах, крестики так летят, и вот она стоит в белых одеждах и накрывает, значит, вот всю Русь, а Русь воскресает. Это вот, что это? Мы с вами Божью Матерь знаем по-другому, да, тоже о ней вот несколько, там, передачу назад был разговор, да, как она должна быть изображена, какая вообще ее роль. То, что она заступница за весь род людской, но не только за русский народ, да, и нет вообще во Христе ни или на него идеи. То есть вот это вот педалирование национальной какой-то традиции, опять же, идея, которая начинает затмевать уже и Божью Матерь, и Христа там нет, по правде сказать. Там есть вот эта вот Русь, которая должна воскреснуть. Она, никто не спорит, что после того, что было с нашим государством в течение 70 лет, конечно, нуждается в определенного рода реанимации. В каких-то своих частях и формах. Но, опять же, вот этот ура-патриотизм, да, или есть, например, такие иконы, которые вот в эту царебожническую тему уходят, да, где обожение царя, где царь заменяет Христа, где, например, Христос вообще не изображен никак, ни на облачке где-то наверху, ни вообще никак. А чаша с потиром в потире не Христос, какой она предсечит, должен быть, а голова царя. Вот что это такое? Это как раз замена, речь о какой-то искупительной жертве. У нас один искупитель, у нас нет другого. То есть царь пострадал, но он не принес себя в жертву. Да, он отказался добровольно, в каком-то смысле это жертва, но это не та жертва, она не должна быть уравнена. Ну и потом надо сопоставлять, одно дело вселенского масштаба жертва. Да. А другое дело... Ну вот, да, ну вот эти вот, например, иконы, да, то есть если мы говорим... Вот интересный вопрос. Допустим, я сейчас так снимаю себя мысленно подрясник креста, вот, я просто обыватель, который вот к вам подсел. Я начинающий иконописец, очень хочу начать писать иконы. Вот, и я вам так скажу, такой вопрос задам. А вот где вообще точка смыкания моей свободы? Ну, то есть вот я хочу осмыслить некое явление, там, допустим, историческое. Ну, мы говорили про Успение. Это же вот историческое конкретное событие, все двунадесятые праздники. Помимо того, что у них есть библейское, опять же, вселенского масштаба измерение, есть еще конкретное историческое измерение. Вот Богородица приставилась, она отошла ко Господу, там, и так далее. Другой момент, как это все антуражно потом это все описывается, да. Вот я говорю, допустим, я вот, ну, вернемся к воскрешающей Русь. Допустим, я хочу осмыслить этот аспект. Вот где смыкается, например, моя свобода и канон? Вот где я должен остановить свою творческую свободу? Ну, как мне там себе рисуется, мыслиться, вот что вот там я хочу так-то и так-то изображать? И где канон должен меня жестко остановить? Ну, во-первых, этот, вот если конкретно этот сюжет, хотя не стоит столько ему внимания уделять, ну, можно, он как появился? То есть у нас все сюжеты пребывают. То есть вот если догматика у нас неизменна, да, то канон имеет развитие. Тут мне могут сказать, ну, вот он же может же Божией Матери. У нас действительно, ну, такое количество образов в Богоматери. Разные исследователи вообще варьируют от 300 до 900 типов, вариантов, так скажем, да. Почему еще не один вариант? Вопрос того, что является источником. Вот, в частности, для той иконы источником является фантазия дамы, наверное, несколько, ну, экзальтированной, сказав мягко, да. То есть ей приснилось, привиделось, она пошла, рассказала, кто-то подхватил, написали, и понеслось. Придумали песню. Да, и понеслось, понимаете, и, да, не песню, а кафист, вообще, все сразу. Главное назвать правильными словами, да, то есть вот этот вот сленг, кафист не сленг, понятно, но вот этот язык, да, пользоваться правильными какими-то названиями, то есть и дальше все начинается, да, и пойдем к старцу какому-то найдем обязательно, наверняка, и благословимся, и так далее. Вот, и это самочинно происходит, понимаете, и церковь, в церкви такого всегда было много. Вот, правда сказать, очень много разных вариантов возникало, но церковь всегда находила, ну, как бы, возможность ответить. То есть срабатывал иммунитет. Да, и срабатывает, потому что, на самом деле, вот на это изображение осуждено было архиерейским собором еще при покойном ныне патриархе Алексею II. То есть это, как бы, описанная совершенно сюжетно. Проблема в том, что это вроде бы осуждено, отвергнуто, а если уж очень хочется, то мы тебе напечатаем, напишем. Ну, вы понимаете, вот здесь вопрос, ну, уже совести человека, да? Да, и если мы... Я прошу прощения, что перебиваю, вот еще один главный, наверное, тоже, вот, мне кажется, одно из самых распространенных изображений, которое с периода 100 глава осуждено. Ну, оно штампуется, рисуется, пишется в храм и расписывается с этим изображением. Вопрос грамотности. Я поясню. Изображение Бога Отца в виде старчика седовласого и так далее. Да, это так называемое Троица Отечества или Сопрестолье. Это по-прежнему, да, пишется. Но один вообще вопрос, где пишется. Вот мне, например, я веду для клириков тоже курсы повышения квалификации. И вот у меня были клирики, и один из них мне говорит, а вот в нашем главном соборе, в храме Христа Спасителя в Москве, вот такое изображение. Но здесь мне просто хочется сказать, что... Да, и он построен храм заново. Почему вот мне переписали? Ну, здесь вопрос в другом. Если это реконструкция, да, то восстанавливается так, как это было. Вот в синодальном периоде такие изображения были. И если мы реконструируем, то, наверное, с оговорками это может быть. Хотя вопрос... Очень слабая сейчас попытка была. С учетом того, что храм Христа Спасителя даже реконструирован не так, каким он был. Да, но тем не менее, вроде бы можно хотя бы как-то. Но когда берется абсолютно новый храм и пишется вот такое изображение, тогда вопрос, конечно, уже. Вопрос к тому, кто заказывает. Вопрос к грамотности священства. Это я к тому, что вот у меня всегда приходят студенты, они считают, что церковное искусство вообще не самый главный предмет. Ну, конечно, не самый главный, но очень важный. Потому что если не сформировано этот, не настроен глаз, не натренирована эта глазная мышца, то ты просто что хочешь. Тебе могут всегда впихнуть что-то, очень аргументированно. Вот. И поэтому, ну, храм Христа Спасителя оставим за скобками, потому что тут мы... Вернемся к теме, я перебил просто, творческая свобода и канон. Да, так вот, творческая свобода и канон. Канон, он никогда не сковывает. На самом деле он позволяет творить внутри себя. Именно это и является жизнью в церковном искусстве, вот это творческие возможности канона. Но там не должно быть самоочиния, да. Всегда тот, кто берется писать икону, он должен согласовываться с мнением святоотеческим. Да, он должен согласовываться с тем, как церковь вообще это воспринимает, как она это мыслит. И не уходить в какие-то такие вот общекоммунистические... Тенденции. Да, потому что так, если мы все-таки занимаемся православным иконописанием, а у нас есть люди, которые серьезно этим стараются заниматься в современном мире. А вот тоже, простите, что сразу встреваю, потому что хочется много успеть задать вопросов. Любой ли человек может к этому приступать? Потому что я знаю, например, огромное количество храмов, которые расписаны просто художниками и даже зачастую, может быть, не совсем воцерковленными. И они, условно говоря, берут только какое-нибудь лекало, перерисовывают и так далее. Ну, вы знаете, я вам открою большой секрет, наверное. Ну, сниму просто какую-то тоже завесу в глаз всех наших телезрителей. И в 19 веке очень часто художники, которые расписывали, были просто художники. И мы здесь можем страдать и отчаиваться, и вспоминать постановления прежних времен, где написано в 100 главе, да, что он должен быть и трезв, и так далее, и так далее, и моральный облик. Это высокая планка. О ней надо знать обязательно. И если человек честно приступает к иконописанию, он должен понимать, что он вообще делает, и за что он будет отвечать. Ну, если мы все-таки в православной традиции находимся. Но, по большому счету, все равно все люди. Здесь же вопросы к священству часто возникают. Ну, вот он священник, а вот он там себе в выходной позволил что-то, да. И кто-то его увидел за этим занятием, там, выпил человек стакан лишнего, да. Ну, здесь вопрос совести и вопрос вообще уместности, и вопрос... Поэтому, всякий ли может писать икону, вот я вам скажу, прям, да, может любой человек, который к этому относится серьезно, который готовится к этому, который читает, который изучает, который не просто там 40 дней молится, чтобы бисер на бисер нанизать. Это отдельная тема тоже к этому же, к нашему разговору. Да, вот, 40 дней поститься, 40... Да, знаете, вот если иконописец настоящий будет все время поститься к каждой иконе, он просто вообще не сможет дальше жить. Потому что церковь... Может быть, вот мы ушли от этой штуки, вот, мне кажется, я не настаиваю ни на чем, но когда я там читаю про Андрея Рублева, да, как он, например, мог поститься перед выбором доски, как он мог молиться и поститься перед смешением красок, и да, он выдавал, условно говоря, штучный вариант, но он выдал такую троицу, которую до сих пор повторить мало кто может, даже срисовав, списав, вот, не всякий может списать даже так вот красиво. Понимаете, вот когда мы вот с вами вот так, вот так высоко, вот так вот высоко берем, то мы с вами просто сразу должны все вообще закрыть книжки, отложить, снять все кресты священники. Потому что так ли высоко каждый приступает к какому-то, к чему-то, да? Потому что, ну, и он и написал вот так. Понятно, что это идеальный вариант, это совершенно, это совершенно недостижимое для многих. Но значит ли, что церковь должна вообще перестать существовать? Потому что церковь, понимаете, батюшка, здесь... Я просто о чем хотел сказать, что вообще все, что касается сакральности, мне кажется, питается штучностью и дефицитом. Вот как только известный завод начал штамповать ламинированные иконки, вот они выскакивают из-под этого ламинированного аппарата, мне кажется, и при этом это будет абсолютно каноничное изображение, это будет та же Троица Рублева. Она тебе такой размер, такой, такой, на доске. Да, да, поняла. Я вообще даже абсолютно соглашусь с вами и не буду заступаться за известный завод. Я думаю, они сами за себя постоят, у них есть возможности для этого. Но, и даже зрителям мы не будем пояснять, да? Вот, но я что хочу сказать. Иногда художник, который берет в руки кисть и доску заливкашенную, да, но не имеющий к этой традиции никакого отношения, ну, прекрасная живописец, может наворотить страшных дел. А человек, который спотыкается и падает, да, но старающийся жить в духе христианской жизни, то вот здесь есть все-таки шанс. Потому что, вы знаете, у нас не было бы такого количества икон. Ну, не было бы, если бы все только... Каждый должен к этому стремиться. Но мы не можем всех обязать, как, понимаете. Только, вот, вы как священник, к вам же приходят милые женщины, которые хотят вышить икону. Ну, приходят, вы же им даете благословение. А здесь тоже вопрос вообще. Согласен. К самой этой форме, потому что, когда это напечатано в Китае, лик, да, бисер в комплекте, по квадратику, это благочестивое занятие. Лучше, конечно, пусть вышьет икону, чем пойдет, не знаю, что-то другое. На лавочке судачить, о том, что... На лавочке судачить и семечки лузгать, да? Наверное. Поэтому здесь мы всегда... Экономия такая. Да, вот, ваша, ваша, ваша любимая, ну, наша любимая православная, да, мы не можем ничего с этим сделать. Поэтому, опять же, ну, если быть, опять же, точным, педантичным, в духе вообще непросто, 6-й Трульский собор не был признан всей полнотой церкви. Он так и остался только для восточных, да? Но если мы остановимся на догмате об иконопочитании, то к бисеру у нас должно быть определенное отношение, потому что это не долговечный материал, да? Ниточку дернул, но не каждый уже бисеринку прикрепляет намертво, да? Поэтому, когда начинают сравнивать с мозаикой, большой вопрос. Мозаика – это достаточно устойчивая вещь, она закрепляется на основании, это и вообще, то есть, поэтому, понимаете, мы можем здесь очень к разным вещам цепляться. Поэтому я просто знаю людей, которые через вот соприкосновение с иконописной традицией приходят по-настоящему в православие. – Елена Владимировна, три минуты у нас остается. Мы поговорили об иконописцах, ну или тех, кто берет в руки кисти, и какие изображения недопустимы. Вот буквально, может быть, опять же, широкими мазками, что касается иконопоклонников. Вот что недопустимо для православного христианина в иконопочитании? Ну, понятно, мы уже обозначили фундаментальное, да, какая иконка от чего, вот, а что еще? – Ну, что еще? Ну, вот давайте просто вот каждый православный человек откроет шторки в своем красном угле и посмотрит вообще, сколько у него иконок и от чего, и будет ли там икона Христа. Вот это главное. Потому что если у человека нету ни одной иконы Христа, но есть Серафим Саровский, есть Пантелеймон-Целитель, есть Матронушка, Ксениюшка и прочие, святые нашего времени, действительно, они поэтому для нас актуальны, в каждое время свои святые. Но, тем не менее, не будет ни одной иконы Христа, вот здесь вопрос. – Значит, твоя жизнь не Христоцентрична. – Да. Поэтому вот Христос во голове, в центре, а все остальное, потому что понятно, что когда Христос в центре, тогда и через Серафима Саровского этот нетварный, фаворский свет льется и преображался его лик, мы знаем об этом, написано. И Ксения Петербургская, и Матрона Московская, и все замечательные совершенно, да, но если они не затеняют, не оттеняют и не отставляют. То есть вот здесь опасность оказаться в каком-то выхолощенном, прекрасном святом мирке без Христа, вот. И это, конечно, опасность. Поэтому вот этого надо точно как-то прям бежать сломя голову и быть очень критичным. – Спасибо огромное. Множество еще осталось, конечно, за кадром, но это повод для того, чтобы встретиться еще раз, еще и еще. Может быть, уже конкретные образы и сюжеты обсуждать, потому что мы еще, например, не поговорили о конкретной клюкве. – Клюкве, да, что-то пропустили мы. – Да, да, ну, осталось, к сожалению, за сладкое, за скобками. На сегодня я благодарю вас за столь, ну, полновесный, все равно полновесный анализ того, что происходит с современным иконопочитанием и иконописанием. Вот. А наших дорогих телезрителей мы ориентируем на глубину и на высоту. Вот. Ищите глубины и высоты, не скачите по поверхности. Тогда, может быть, перед самой простой, может быть самой маленькой, но иконой Спасителя произойдет то чудо, которое мы зачастую ищем перед целым каким-то сонмом мнимых святынек. До свидания. Храни Господь. – Всего доброго. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Храни Германия Храни Германия Корректор А.Егорова Продолжение следует...